Игра Ну что ж, братья мои, следующий фрагмент из послания Иуды. Это фрагмент с 17 стиха по 23. Фрагмент уже короче, чем предыдущий, поэтому схему мы напишем быстрее. Однако в синодальном тексте здесь довольно много текстологических проблем, поэтому нам придется обратиться и к подстрочнику, и к епископу Кассиану. Давайте прочитаем этот текст в переводе епископа Кассиана. Вы же, возлюбленные, вспомните слова, прежде сказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время будут насмешники, поступающие по своим нечестивым похотям. Это они производят разделение. Они душевные, духа не имеющие. Вы же, возлюбленные, устрояя самих себя на святейшей вашей вере, молясь в Духе Святом, сохраните себя в любви Божией, ожидая милость Господа нашего Иисуса Христа к жизни вечной. И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются, спасайте их, исторгая из огня. К иным же будьте милостивы со страхом, гнушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Вот такая информация. Давайте попробуем составить схему. У нас будет некоторая текстологическая трудность в переводе 22 и 23 стиха. Но когда дойдем до них на схеме, тогда и обратимся к решению этой трудности. Итак, возлюбленные это обращение, причастие на подставочке. Частица Ж противительная, как бы противовес лжеучителям, вы вот что делаете. Подлежащие вы, сказуемые, вспомните. Вспомните, что слова, а какие слова сказаны, сказаны апостолами. Вот, кстати, момент очень важный. Иуда здесь явно не причисляет себя к апостолам. Из чего мы делаем вывод, что это Иуда не один из двенадцати, а Иуда брат Христа. Об апостолах он говорит в третьем лице. Сказанное апостолами Господа, приложение Иисуса Христа, Господа нашего. А сказанные еще эти слова были прежде. Сказанные прежде. Они говорили вам. Это все у нас одно сложно сочиненное предложение. Говорили. Вам. А что они говорили? Что? И дальше. Предаточное предложение выполняет функцию прямого дополнения. Мы его подставим на подставку. Они говорили вам, что насмешники будут. Что? Подлежащие насмешники. Сказуемое будут. 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 Когда? В последнее время. Логически неделимое сочетание. В последнее время. Насмешники еще какие? Поступающие по похотям. Это причастие поступающие. Поступающие по... По похотям. По похотям каким? Своим нечестивым. Это они производят разделение. Они душевные, духонемеющие. Они... Это производят что? Кто-то производит автомобили. Они производят разделение. Разделение это их продукция. Они производят разделение. Дальше. 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 Еще одно. Они... Есть... Душевные. А какие именно душевные? Духонемеющие. Духонеме... Имеющие... Имеющие... Не... Не... Под слово имеющие. Духа. Прямое дополнение. Хотя родительный падеж, но есть отрицание. Так. У вас схема дальше пойдет ниже. А у нас она на доске переместится вправо. Возлюбленные. Та же самая конструкция. Возлюбленные. Ж. Вы... Сохраните себя в любви Божьей. Подлежащие здесь вы. Сказуемое сохраните. Сохраните кого? Себя. Сохраните в чем? В любви Божьей. В любви... Божьей. И вот эта грамматическая конструкция, подарок для любого проповедника. Когда есть императив и дейпричастие, раскрывающие суть этого императива. Здесь таких дейпричастий три. Устрояя, молясь, ожидая. Сохраните себя в любви Божьей. Как сохраните себя? Первая дейпричастия... Здесь будет вилка. Устрояя... Кого? Себя. На вере. Опять же, слово «вера» — это совокупность верований. На вере святейшей... И еще какой? Вашей. Дальше. Молясь... В духе святом. Ну и, наконец, третья дейпричастия... Ожидая... 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 Ожидая милость... Ожидая милость... Чью... Господа... Иисуса Христа... И еще какая-то милость... К вечной жизни. К... Жизни... Какой? Вечной. А вот дальше у нас 22-й и 23-й стихи. И в них есть некая текстологическая трудность. Опять же, переводчики синодального текста не то чтобы обладали низкой квалификацией. У них просто были плохие рукописи в распоряжении. Благодаря новейшим текстологическим исследованиям, текст рукописей более-менее у нас восстановлен. Причем, вот интересно, что в электронном версии перевода Кассиана не дано примечания. А в бумажной версии издания Нового Завета в переводе епископа Кассиана эта версия дана. Для того, чтобы ее увидеть, мы должны обратиться к подстрочнику. Посмотрите, 22-й и 23-й стих. Здесь присутствует местоимение хус. Которых, иных, других. И вот это местоимение хус, оно повторяется три раза. Вот этих которых, вот этих которых и вот этих которых. На самом деле, не две группы людей здесь рассматривает Иуда, а три группы людей. Три разных группы людей, которым нужна наша помощь. И некоторых, милуйте сомневающихся. Здесь стоит причастие в такой позиции, что оно выполняет функцию дей причастия. То есть, милуйте, когда они сомневаются. Некоторых, других же спасайте из огня, выхватывая. Третьих же, иных же милуйте в страхе, ненавидя и от плоти запятнанную одежду. Давайте мы обратимся к переводу Кассиана, но будем иметь в виду информацию, взятую из подстрочника. Итак, 22 стих. И, подразумевается, вы. Будьте милостивы. Будьте милостивы. Милости вы. К одним. А когда эту милость нужно проявить? Когда они сомневаются? Вот здесь у нас предаточное предложение в роли обстоятельства. Обстоятельства времени. Когда они сомневаются? Дальше. Вот здесь плохой, как бы, вариант перевода епископа Кассиана. Спасайте их, как бы, тех же людей. На самом деле, мы по подстрочнику видели, что речь идет совершенно о другой группе людей. Иных же спасайте. Опять же, там есть частица Ж, подлежащего нет. Спасайте. Кого? Иных. А как их спасать? Выхватывая из огня. Исторгая из огня. Интересно, что здесь нет в греческом тексте слова страхом спасайте. Мы любим всех попугать. Но ничего подобного в тексте Писания нет. Спасайте иных, исторгая из огня. Ну и, наконец, третья категория людей, которым мы должны оказать помощь. Все это мы дело закрашиваем. Ж. Спасайте, опять же, будьте милостивы к иным. Опять, нет подлежащего. И опять, будьте милостивы. Гнушаясь даже одеждой. Идея причастия гнушаясь. Даже одеждой. И у нас тут ниже нет места. Ну, оскверненной плотью. Я вот здесь в стороне напишу. Одеждой. Какой? Вот здесь причастия. Оскверненной плотью. Итак, братья мои. Вот мы составили синтаксическую схему. Какое же место занимает этот фрагмент в общем послании Иуды? Помните, Иуда обозначил цель своего послания, как написать увещание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Где же было это увещание, спросите вы? До сей поры Иуда нас то предупреждал, то пугал, то еще что-то делал. Да, Иуда довольно долго объяснял, почему нужно сражаться за веру. Почему нужно за нее подвязаться. Потому что есть лжеучителя. Потому что есть реальная опасность погибнуть. Потому что вам нужно посмотреть на суть лжеучителей, их поведение и ужаснуться их судьбе. А теперь, собственно, Иуда переходит к тому, что нам нужно делать. Вы же возлюбленные, они-то вот такие, а вы возлюбленные. Вы делаете вот что. На самом деле здесь Иуда дает нам несколько повелений. Здесь три императива. Вспомните один императив, сохраните и, как бы упрощенно говоря, помогите. Вот у нас обозначились три больших фрагмента. Помните. Чтобы сражаться за истину, нужно кое-что помнить. Нужно сохранить себя в любви Божьей. Вот ключевое слово. Сохраните себя в любви Божьей. Трояким способом. И нужно помочь другим. Помоги другим. Каким другим? Три категории этих других. Сомневающиеся. Те, кто уже почти в огне. Их можно оттуда еще выдернуть. И третье. Те, у кого одежда осквернена плотью. Вот к ним надо быть милостивым тоже. Вот, собственно, у нас три пункта нашей будущей проповеди. Первый пункт. Второй пункт. И третий пункт. Все очень легко. На схеме все это видно. Давайте попробуем сформулировать посылку. Попробуйте ее сформулировать самостоятельно. Можете даже составить целиком план на основании этой схемы. Ну, а потом посмотрите мой вариант. Как вы сами понимаете, варианты формулировки не единственные. И я не бог. У меня не богодухновенная проповедь. Поэтому, если ваш вариант отличается от моего, ничего страшного. Главное, чтобы смысл не был нарушен. Итак, посылка, с моей точки зрения, должна быть сформулирована так. Крестьяне призваны сражаться за истину. Собственно, это и есть цель послания Иуды. Это его ключевая задача. Объяснить нам, как сражаться за истину. Поэтому, вопросительное предложение я так и сформулировал. Каким образом необходимо сражаться за истину? Переходное предложение. Иуда дает три равноважные рекомендации. Равноважные, это потому что нельзя выбрать что-то одно из трех. А все три нужно выполнить одновременно, вкупе. Итак, первая рекомендация. Как сражаться, как повести бой. Помните об опасности. Иуда все никак не может успокоиться. Мы это видим. Он снова возвращается к характеристике лжеучителей. Помните об опасности. Помните слова, сказанные апостолами. Они говорили вам об этом. Здесь очень важно подчеркнуть, что если ты помнишь о лжеучителях, тогда ты сможешь сражаться за истину. Помнишь о том, что есть враги, помнишь о том, что есть опасность, можешь сражаться. Предупрежден, значит вооружен. Не смущайся, если все будет хуже и хуже. Помни, апостолы предсказывали, что придут лжеучителя. Не ужасайся этому, но спокойно сражайся. Еще раз посмотри на их характер. Характер лжеучителей. Не подражай им. Увидишь зачатки подобных качеств в себе, беспощадно их выкорчевывай. Увидишь в других, постарайся увещевать и так далее. Увидишь лжеучителей, дай им отпор. Подпункты. Опасность предсказана и неизбежна. Будьте готовы к ней. Вот эта информация. Помните слова, сказанные апостолами. Они были сказаны прежде. Будьте готовы. Не подражайте лжеучителям. Они говорили вам. Для чего они говорили? Для того, чтобы вы могли сравнивать и делать выводы. Не будьте богохульниками. Насмешники, буквально богохульники. Не поступайте по плоти. По нечестивым похотям, как животные. Не вносите разделения. Не будьте неверующими. Они душевные, не имеющие духа. Фактически они неверующие. Может быть и вы таковы? Как бы спрашивает нас святой Иуда. Итак, первая рекомендация. Помните. Помните об опасности. Вторая рекомендация. Храните себя в любви Божьей. Хотите победить? Пусть Божья любовь вас держит. Пусть она объемлет вас. Храните себя внутри, в сфере Божьей любви. Как это сделать? Назидайте себя в христианском вероучении. Устроя буквально, строя себя на этой вере. Пусть христианское вероучение, догматы станут строительным материалом для вашей духовной жизни. Писание, Слово Божие – это строительный материал. Не опыт, не психология, не история, но Слово Божие. Дорожите уникальностью вашей веры. Она святейшая. Вот это тоже подчеркните. Не допускайте компромиссы. Это святейшая вера. Молитесь в духе святом. Вот он, второй. Второе ваше дейпричастие. Второй дейпричастный оборот. Молитесь в духе святом. К сожалению, в синодальном тексте стоит творительный падеж. Молитесь духом святым. И некоторые думают, что речь идет о молитве на иных языках. На самом деле ничего подобного. Здесь Иуда говорит, молитесь в сфере святого духа, будучи исполнены святым духом. Апостол Павел, кстати, в послании к римлянам объясняет, что это значит. В котором, то есть в духе святом, взываем овоотче. Здесь не о молитве на языках идет речь. Здесь идет речь об очень близких отношениях между сыном и отцом. Ну и, наконец, ожидайте пришествия Христа. Ожидаем милость Господа Иисуса Христа к жизни вечной. Это не просто милость. Мы уже помилованы, как верующие. Но это милость к жизни вечной. Вы понимаете, что Иуда выражается витиевата. Очень образно. Вы это уже поняли по предыдущему фрагменту. И милость к жизни вечной. Это такое последнее помилование, последнее освобождение уже от путь смерти, от греха. Конечно, это милость, которая совершится с приходом Иисуса Христа. Это милость Господа Иисуса Христа, ведущая нас к жизни вечной. Скорее всего, речь идет о втором пришествии Господа. Ожидай пришествия Христа. Ну, это легко. Как сохранить себя в любви Божьей? Ждешь, если Христа постоянно, держишь себя, значит, в руках. Ну и, наконец, третья рекомендация. Помоги другим. Вот она, эта рекомендация. Заботьтесь о других. Три группы людей, на которых должна распространиться наша забота. Во-первых, будьте милостивы к сомневающимся. Это очень важная информация. В наших церквах принято сомневающихся ругать, стыдить и всячески позорить. Иуда говорит, если человек сомневается, не надо обрушивать на него гром и молнии. Лучше пожалейте его, помилуйте его, смажьте целебным маслом. Недаром слово «милость» и слово «елей» по-гречески «однокоренные». Второе. Спасайте неверующих от ада, благовествуйте. Кого же мы должны исторгнуть из огня? Конечно, тех, кто не верит в Иисуса Христа. Может быть, даже кого-то из лжеучителей. Спасайте их. Исторганьте их из огня. Вон их, как незавидно участь. Пожалуйста, спасите их. Ну и, наконец, третья категория. «Будьте милостивы к согрешающим, но ненавидьте грех». Посмотрите, одежда у них осквернена плотью. То есть, они одеты в грех. Опять же, образно выражается Иуда. Он говорит, но к братьям-то, вот к этим людям, вы, пожалуйста, будьте милостивы. Гнушайтесь одеждой. Гнушайтесь грехом. А к людям будьте милостивы. Мы часто поступаем наоборот. К греху мы весьма милостивы, а людьми гнушаемся. Иуда говорит, нет, будьте милостивы грешникам. Гнушайтесь их грехом. Смотрите, чтобы сами, самим не осквернится. Но помогайте им. Заботьтесь о них. Вот такая схема привела нас к составлению примерно такой проповеди. Ну что ж, братья мои, мы уже составили с вами пять планов проповедей на послание Иуда. Я думаю, что многие из вас уже достаточно поднаторели в этом деле. Шестою проповедь вы должны составить самостоятельно. Я обещал вам, что мы составим шесть планов проповеди, но я употребил местоимение множественного числа. Мы. Я составил, и вы составьте. Сделайте это самостоятельно. Конечно, я лично проверить вас не в состоянии. Я не могу вылезти из ваших экранов и проверить вашу работу. Если, конечно, вам очень хочется узнать мое мнение о вашей работе, напишите мне. У меня есть адрес Беги Чеф Собака Яндекс Можете прислать мне по электронной почте синтаксическую схему. Ну, вряд ли вы нарисуете ее в какой-нибудь программе CorelDRAW. Можете нарисовать ее от руки и просто отсканировать или сфотографировать. Пришлите мне. Пришлите мне план вашей проповеди, посылку, вопросительное предложение, переходное предложение. И все это сделайте, пожалуйста, на материале 24 и 25 стиха. Послание Иуды. Я постараюсь ответить вам, не обещаю, что это будет скоро, но отвечу. Поставлю вам оценку по пятибалльной шкале, укажу на какие-то ошибки, которые вопиют к здравому смыслу. Если просто я буду не согласен с вашими формулировками по каким-нибудь мелочам, то даже я это и не скажу вам. Ну, что ж, я надеюсь, что это время было для вас полезным. Нам нужно двигаться дальше. Мы должны поговорить о том, как же нарастить плоть и мускулы на эти скелеты. Скелеты наших проповедей. Скелеты, состоящие из плана проповеди. Об этом в следующей лекции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok